Очень приятно сегодня открывать Дни открытых данных, и я это делаю уже второй раз. Может, это станет традицией, поэтому я вас приветствую на этом очень плодотворном, на мой взгляд, интенсивном форуме. И хочу сказать, что я и сторонник, и энтузиаст того, чтобы государство открывало свои данные. Я считаю, что это, во-первых, наше право и наша высокая ценность – знать и иметь доступ к информации, которая обладает государством. Это может стать благом, если мы все будем иметь равное отношение, а не какое-то асимметричное отношение к информации, и пользоваться на конкурентных условиях этой информации. Может быть, кто-то помнит, когда я был министром финансов, то мы, в общем, сделали достаточно продвинутую вещь. Мы открыли все данные контрактов, всех уровней власти у нас в стране. Я хочу сказать, что до сих пор это примерно 10 стран, которые это сделали, я даже не знаю точное их количество, это не все делают. Сегодня в нашем доступе 36 миллионов контрактов. С ними можно работать. Вы, как аналитики данных, я думаю, умеете с ними работать. И я еще хочу сказать об одном новом проекте, который уже счетная палата делает. Это так называемый проект госрасходы. Многие из вас, наверное, даже пользуются этим продуктом, потому что мы создаем и индикаторы, и более легко и легче обеспечим доступ к этим данным, к их анализу. И тем самым мы все анализируем, а что же у нас происходит с закупками. Один из банкиров мне позвонил недавно и сказал, что только вот этот наш проект госрасходы снимает маржу с покупок, ну, возможно, от 800 миллиардов до триллиона рублей в год. Потому что, когда это не прозрачно, то здесь, конечно, цены могут различаться. Когда это становится прозрачно, когда простой человек или специалист, и аналитик может быстро сделать сравнение для разных регионов по закупкам тех же лекарств, оборудования, других товаров, строительных материалов, для разных объектов, тогда это становится достоянием общественности, дискуссией, обсуждением. Я как экономист считаю, что без продвижения открытых данных сегодня экономика не может быстро развиваться. Поэтому я, несмотря на то, что я сейчас там не в министерстве финансовом, даже не в правительстве, счетная палата – это не правительственный орган, это орган под Государственной Думой. Мы как раз, я считаю, становимся таким аудитором того, как государство работает с государственными ресурсами, как выполняет свои цели и задачи, но и считаем, что залогом этого должны быть открытые данные. У нас было, помните, открытое правительство, оно, в общем-то, правильные принципы декларировало, но не смогло их реально осуществить. Мы хотим подхватить эту линию, эту миссию, и, в общем, в своих стратегических целях счетная палата полтора года назад объявили, что открытость, открытые данные становятся одной наших четырех приоритетных задач. Мы кое-что для этого делаем. Например, мы в этом году, точнее, в 2019, который прошел, опубликовали в два раза больше отчетов о своей работе. В общем, это не то, чтобы кто-то скрывал, но некоторые действительно отчеты не очень хотят публиковать, и не все хотят, не все заинтересованы в том, чтобы они публиковались, особенно тех, кого мы проверяем. И сейчас еще остается очень много отчетов, которые идут с грифом ДСП, как бы с коммерческой тайной, и какими-то очень такими острыми проблемами, которые могут вызвать общий резонанс. Но мы все меньше будем таких отчетов делать. Хоть мы опубликовали в два раза отчеты, но мы еще научились всего в два раза больше, но в четыре раза больше публикаций о наших материалах. Мы пытаемся делать наши материалы более простыми, визуализировать. Мы 100 инспекторов обучили писать, просто писать понятным языком. Я сам читаю наши отчеты счетной палаты, бывает через несколько страниц теряю нить, значит, снова обращаюсь к началу, пытаюсь выстроить какую-то логику. Очень часто написано техническим языком, финансовым, таким очень непонятным для широкого округа. Ну, вы знаете, это вообще проблема научных статей. Сейчас все переучиваются писать более просто, потому что после того, как просто напишешь, или как-то более логично, выясняется, что там или нет научной новизны, или нет вот этой сути, о которой мы как бы создаем такой туман над ним. Поэтому мы сейчас пытаемся проще писать, быть понятней, и понятней говорить о наших результатах. Кроме того, хотел бы отметить, что мы на 25-летие счетной палаты, а в этом году 25 лет счетной палаты. Мы, кстати, конституционный орган, счетная палата по именному в Конституции, создается двумя палатами парламента для анализа бюджетных расходов, аудита бюджетных расходов. Но сейчас миссия счетной палаты еще и не просто бюджетные расходы анализировать, а результаты, которым приводят бюджетные расходы. То есть мы анализируем цели, показатели программ. ООН дал мандат счетным палатам быть аудиторами целей устойчивого развития. То есть оценивать, как страны достигают известных 17 целей, которые ООН определил в ближайшие десятилетия. И, соответственно, мы должны собирать данные о них. Это экология, образование и другие направления, инклюзивность и прочее. И поэтому мы способствуем тому, чтобы эти данные раскрывались. И чтобы не только такие государственные органы, как счетная палата, но и общественность, институты, депутаты анализировали эти данные. И мы вместе готовы это делать. Поэтому одна из миссий наших еще – это взаимодействие с гражданским обществом и с общественными организациями по анализу. Так вот, в связи с этим мы в этом году сейчас оцифруем и откроем в машинописном виде 2000 отчетов счетной палаты за всю ее историю, которая нам доступна. Так что будет дополнительная информация. Вот не только те 104 отчета, которые мы опубликовали за прошлый год, будет 2000 отчетов летом в машинописном, машиночитаемом виде. Как я уже сказал, есть наш проект «Госрасходы», который позволяет легче работать с контрактами, выявлять разного рода тенденции и зависимости на рынках. Вы знаете, наш рейтинг протекционизма в госзакупках – это когда субъекты Российской Федерации свои бюджетные средства тратят или закупают через свои посреднические организации своего субъекта. Есть рейтинг регионов, где 87% закупаются через свои посреднические организации, где есть только 50%, но есть соответствующие лидеры, вы это можете увидеть. Есть соответствующий доклад, который мы подготовили в прошлом году, который называется «Открытость государства в России». И там есть рейтинг открытости в Министерстве ведомств. Мы хотим также быть аудиторами выполнения так называемого «восьмого закона ФЗ», который требует от Министерства ведомств открывать свои данные, там публиковать информацию о своей работе. Там есть соответствующие правила. Несмотря на то, что они пока достаточно примитивные, но даже они не исполняются. И мы провели ряд тестов, выявили, как Министерство работает с данными, с информацией. Мы опубликовали этот рейтинг в прошлом году, в начале года. Вот в этом году, скорее всего, в июне мы опубликуем новый доклад «Открытость государства в России» и новый рейтинг Министерств и ведомств. Должен сказать, после прежнего рейтинга некоторые министерства зашевелились. Так что посмотрим. Надеюсь, будет определенная динамика. Ну и, конечно, мы еще пойдем дальше. Есть информационные системы в Министерстве ведомств. Как правило, они закрыты или в значительной степени закрыты. Мы будем проводить их аудит, стараться, чтобы в конечном счете они были открыты. Но главное, это чтобы эти информационные системы собирали данные или актуализировали данные. И эти данные были релевантны, мы смогли с ними работать и использовать для управленческих решений. Это более серьезная задача, и счетная палата тоже это будет делать. Есть еще несколько наших активностей в этой области. Все даже не смогу сегодня перечислить. В прошлом году проходил хакатон счетной палаты. Кто-то, может, из вас и участвовал там. Должен сказать, что я даже был впечатлен. Сам первый раз вот так вот участвовал с работающими группами и потом анализировал результаты. В общем, за два дня коллеги, ваше сообщество смогло нам подсказать целый ряд решений, которые мы обычно собираем в 2-3 недели, а может, в 2-3 месяца. За два дня многие решения из тех открытых данных, которые были в России, были быстро собраны и проанализированы. Предложены новые подходы к анализу отдельных проблем и решений задач. Могу сказать еще, вчера команда счетной палаты Российской Федерации принимала участие в международном хакатоне счетных палат в мире. Ну, там было около 15 участников. Мы на пятом месте, хотели попасть в тройку призеров, но были, в общем, очень близко, но по разным причинам оказались на пятом. Ну, разделили пятое и шестое с финнами. Но это только начало. Вот. Многое, что сделано, но будем продолжать работу. И я сегодня хотел бы еще сказать, что с Иваном Бегтиным, с инфокультурой, а также Центром перспективных управленческих решений ЦПУР, которые недавно созданы, подготовили доклады о государственных информационных системах, а также их рейтинг. Так что еще один из докладов будет в ближайшее время в этой сфере нами опубликован. Так что, я думаю, мы будем дальше выполнять нашу миссию, поддавливать, способствовать тому, чтобы государство становилось более открытым. Но вот одно из исследований недавно, целый ряд исследований есть, которые говорят о том, что открытость государства снижает протестную активность. Но потому что люди живут не догадками, не искаженная информация, а имеют доступ к информации объективной. Это тоже очень важный момент для стабильности в обществе. Желаю вам интересных дискуссий. Следите за работой счетной палаты. И думаю, что результаты вашей работы тоже будут предметом нашего анализа. Ну и надеюсь, что из вас, кто-то с нами уже работает, придут ребята к нам. У нас ряд тендеров будет сейчас по анализу и решению целого ряда задач. Следите за сайтом счетной палаты. В этом году мы, повторяю, разместим целый ряд заказов, где как раз в первую очередь нам нужны будут аналитики данных. На этом я хочу завершить. Сегодня, к сожалению, я не отвечаю на вопросы. Тут у вас свой план. Мне нужно сейчас уехать. Но, повторяю, мы будем встречаться с вами с разных форматами. Успехов вам. И ждем у нас в счетной палате на разные задачи. Спасибо. Продолжение следует...